Как быстро и легко настроить VPN на вашем маршрутизаторе. Видео с маршрутизатором Asus, но процедура аналогична для всех других маршрутизаторов. Я использую ExpressVPN для видео, он быстрый, безопасный и легко устанавливается на маршрутизатор. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с полным обзором ExpressVPN, ссылка внизу. Там также есть скидочный код, если хотите сэкономить. Поехали! Первый шаг – получить VPN. Для меня достаточно просто нажать кнопку «Получить ExpressVPN», выбрать план, ввести данные платежа и придумать имя пользователя и пароль. Не забудьте сохранить код подтверждения для использования позже. После регистрации зайдите на сайт VPN, войдите с выбранными данными и используйте код подтверждения. На данном этапе вы получите список платформ, где можно установить VPN, и ExpressVPN поддерживает практически все популярные платформы. Мы хотим выбрать ручную настройку для маршрутизатора, чтобы показать, как настроить его с любым совместимым маршрутизатором. Не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется, и не требует ручного труда. После перехода на следующий экран вы увидите варианты. Предлагается два протокола – OpenVPN и L2TP. Выбирайте по своему усмотрению. Сначала выберем OpenVPN. Вкратце, OpenVPN безопаснее, L2TP быстрее для потоковой передачи, вы захотите использовать L2TP для этой цели. Не волнуйтесь, покажу вам эту опцию позже в видео. Сначала OpenVPN. Запишите имя пользователя и пароль, понадобится позже в видео. Ниже список доступных серверов вы можете выбрать любой сервер. Но для этого урока я использую сервер в США, в Далласе, Техасе. При нажатии на сервер вы получите файл, который понадобится позже. Сохраните его легко доступным месте. Далее нам нужно войти в наш маршрутизатор. Есть два способа, но для обоих вам понадобится браузер. Откройте новую вкладку и введите IP-адрес вашего маршрутизатора. Но для маршрутизаторов Asus вы можете просто ввести рутер asus.com и вы будете перенаправлены на страницу входа в маршрутизатор. Если данные для входа в маршрутизатор не изменены, админ, ваше имя пользователя и пароль. Для многих маршрутизаторов это будут учетные данные по умолчанию. Если не уверены, проверьте заднюю часть маршрутизатора для инструкций. Так что я изменил свои данные для входа, поэтому сейчас я их введу и нажму «Войти». Слева находится множество различных вариантов, но мы смотрим на кнопку VPN. При нажатии откроется новое меню с двумя кнопками – «Сервер VPN» и «Клиент VPN». Нажмите на опцию VPN клиента, так что нажмите там и добавьте новый профиль. Нажмите «Добавить профиль». В следующем меню есть несколько вариантов, но нужно выбрать OpenVPN и нажать на него. Добавьте описание, имя пользователя, пароль и файл сервера, сохраненный ранее в видео. И не волнуйтесь, мы почти закончили. Сначала я добавил ExpressVPN OpenVPN Dallas в описание, а затем ввел имя пользователя и пароль со страницы руководства по настройке ExpressVPN. После окончания найдите файл, сохраненный с ExpressVPN и загрузите его. Нажмите «Ок» и вот так вы создали свой первый VPN-клиент на вашем роутере. Поздравляю! Активируйте его и подождите несколько мгновений для завершения процесса. Уведомления при подключении. Проведем тест местоположения, покажем, что маршрутизатор в Далласе, Техас. Вот у нас есть это. Все работает правильно. Давайте быстро пройдем настройку соединений L2TP для стримеров в аудитории. Со страницы ручной настройки ExpressVPN, которую мы рассмотрели ранее, нажмите кнопку L2TP. Есть имена пользователей и пароли, вам понадобится как и OpenVPN. Ниже серверы. И на этот раз давайте создадим клиент VPN для сервера в Чикаго. Скопируйте адрес сервера Чикаго таким образом, затем вернитесь на страницу маршрутизатора, создайте новый профиль таким образом, но на этот раз мы будем использовать профиль L2TP. Добавьте описание, адрес сервера в Чикаго, имя пользователя, пароль. Затем нажмите ОК, и мы создали еще один профиль VPN клиента на вашем роутере. Не так уж и сложно, верно? После этого отключите ваше соединение OpenVPN, если оно все еще активно, и активируйте ваш недавно созданный профиль L2TP. Подождите мгновение, как раньше, и вы увидите, что соединение активно. Проверим еще раз, и теперь видно, что мы подключены к Чикаго и используем протокол L2TP. Тестируем потоковую передачу на Netflix. Войдите в систему и начните просмотр контента. Нет проблем, и это работает быстро. Вот и все. Вы можете использовать этот метод с любым роутером, у которого есть VPN. Меню вашего маршрутизатора может отличаться, но основные детали примерно одинаковые. Надеюсь, вам понравилось видео, и оно полезно. Лайкните и подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик для уведомлений о будущих советах и учебниках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!